здравствуйте дорогие друзья воскресенье воскресенье у нас время майсы я расскажу короткую майсу о том как в мире все связано как ничего не бывает случайно как все вознаграждается просто мы этого иногда не видим все идет по очень расписанным редкие редкие люди могут видеть то что есть давным-давно в одном украинском местечке жил еврей торговец под именем актива известны его своими щедрыми пожертвования давал и так далее на старость он решил подняться в землю израиля и устроили пуп проводы и там все и очень потом через год он вернулся рассказывал как он был святой земле что он видел так и только на один вопрос почему он вернулся он как бы уходил от ответа вскоре после своего возвращения заболел лег в постель состояние ухудшилось он чувствует совсем плохо позвал себе староста из похоронного братства они пришли посидели с ним и он сказал спасибо и все на дороге не на 5 позвал опять они сидели опять он лежал за глазами потом сказал спасибо и все на третий день они пришли он говорит я хочу вам что-то сказать вы конечно недоумеваете почему я вас попросил прийти снова и вы не знаете чего и интересно вернулся из израиля мой ответ расскажет вам все как было там это развеять все сомнения вы помните я ездил ежегодно на ярмарку в бердичах там я проводил несколько недель и каждую субботу праздновал левиц каком месте царик шаббат и так далее слушал его проповеди однажды перед самым началом молитвы в синагогу ворвался один еврей он крайне взволнован был рыдал сказал что его обокрали и он знает что все пропало теперь его обвиняют и так далее левицких его пытался успокоить но он говорит что работаю поверенным у богатых купцов и они доверяют ему крупную сумму денег для проведения торговых операций и в тот день у него украли все имеющиеся деньги и он в отчаянии потому что он не знает как возместить такую сумму и они обвиняют в общем в ужасе человек еврей понимает от рыдает все значит левицках позвал корчмаря и молодую служанку которые подозревали в том что она украла это в корчме все говорят что но других вариантов нет тем не менее девочка рыдает говорит я вообще не причем отец ее пришел говорит она ну тем не менее вот такая вот история рэби левицках внимательно всех расспросил и говорит смотрите нет сомнений в том что кража совершена как и нет сомнений в том что девушка не виновата я гарантирую это поэтому я объявляю сейчас тот кто сейчас возместит украденную сумму денег из своего кармана разделить со мной и участь в будущем мире услышав это я немедленно сказал так я деловой человек рыбы я готов немедленно возместить сумму которая есть только юридически давай оформим письменную бумагу в форме для рыбийских согласился я считал деньги праведник там еще сказал несколько слов утешения и попросил подойти ко мне праведник к нему я подошел к нему когда служба закончилась он сказал мне дал мне бумажку такую да откроются врата правосудия предъявителю сего ибо он заслужил разделить со мной в грядущем мире мой удел подпишли в исках из бердича он сказал что никому не говори пока не настанет твой последний день когда уже ты вызовешь габая похорону образца и попросишь его вложить записку в руку тебе после обряда очищения похоронить похороните вместе рядом со мной вы понимаете что я хранил эту записку как зерницу ока для лучшей сохранности положила корешок сидура а потом собравшись землю израиля я попрощавшись левицкого получил от него бараху и кстати я еще пошел к левицкому когда получал бараху он сказал что деньги нашлись я могу их получить и вернуть ему расписку он стал рыбы я чек бизнесовый да и и у нас не принято так идти на попятную после удачной сделки давайте сделаем так вы располагаете этими деньгами по самоусмотрению а я не готов отказаться такой великой привилегии мне кажется справедливо если отдаст рыба деньги бедной девушке компенсацию за позор перенесенные страдания с таким приданым он начнет на хорошего мужа и так далее царик из бердича с радостью согласился с моим предложением перед поездкой я поехал святую землю отдал все свои книги быть мидаши в том числе и старый сидур так я купил новый и забыл что я спрятал в нем корешок свидетельство рыбы просто забыл и вот теперь я вернулся из святой земли по этой причине когда вы приходили ко мне вчера и позавчера я чувствовал что это мой последний но еще не настал сегодня я уверен что достиг конца своего жизненного пути и вы найдете под подушкой записку которой я прошу вложить ее пожалуйста мне в руку после этого арабия киева произнес видуй и душа его покинула этот мир полной уверенности в своей доле в грядущем мире благодаря праведнику леви искаку из бердичева для чего нам эта история вообще что нам рассказать очень важную вещь говорили мудрецы из этой истории мы делаем важнейшие выводы этот мир управляется все связано смотрите вперед и все будет хорошо враха вы от слаха